Девушки отдыхают Одному разрезу этажа Доложат о всех проблемах Которые есть и по состоянию проектирования По физическим работам В каком состоянии находится Каждая система Поэтому я Ольге Петровне Первый Я кстати напоминаю всем Или не так Довожу до сведений Что называется Что господин Голуков Я так понимаю сегодня на разговор Приезжать оказался Нет Вы сказали что завтра Нам просто нужно было быть Сегодня и завтра Я объясняю почему я это говорю Потому что на строительной части Без расчета ежедневных систем Существовать не может То есть даже как не может жизнь Быть в обратном порядке То есть не может быть ежедневных систем Без архитектурных решений Правильно Но сегодня мы хотим Чтобы вы полностью Знакомились с нашей позицией И с тем А завтра Что нам обещал Клубков А завтра Чтобы с Клубковым Поработали С нашей помощью Спасибо за поручение А только напоминаю Что все сроки Кто у нас готовит Брезянцы Или нет Я знаю Поэтому и говорю Ну слушайте Давайте так Если у меня нет Условно я могу И вы наверное сможете Найти человек Который представит Ваши интересы Так или нет Согласен Я это и написал Анатолий Петрович Затем у меня просьба К тебе дружище Значит поскольку Я знаю состояние дела По срокам Которые находятся В графике Договорных отношений С Клубковым Там По вернее Очень немало сроков Которые же Закончились По началу выдачи документации Поэтому мне нужна будет Просто справочка Завтра разговора С Клубковым В час Когда должны были отдать Когда отдали Мало того Я сегодня общался Со Сберов Например Финансирование И условия Финансирования На дальнейшем Там тоже есть Очень большие условия От них к нам Но я тебе отдельно расскажу Так Так кто тогда Может рассказать Я вкратце Разделюсь Значит Вот типовой этаж Вытащили Зоны 732 Это третий пусковой Ну и дальше Еще одна Аналогичная зона Выше до 46 По третьему пусковому Какова картина Значит Проект По проекту УЗИ Были отработаны Основные места И отверстия И шахты Все это было Сделано Сейчас Значит проект Да Размите Я покручу немножко Что с ним делать Да Хорошо Можно Значит Есть шахты Для системы вентиляции Совместного действия Дымоудаления И вытяжные системы По этим шахтам Мы сами С обезоне Отработали строительное задание На отверстие В этих шахтах Значит И на отверстие В шахтах Подпора воздуха Стамбур шлюзы По этим шахтам По всей зоне 7.32 Проблем нет Только давай По всей высоте До 62 этажа Правильно понимаю Нет Я говорю По разуму С 7 по 32 По 32 А по остальным По 4 пусковому Я хотела отдельно Но могу сразу Давайте Просто не возвращаться По 4 пусковому Решений Нет Есть только Схемы системы Вентиляции Нет поэтажных планов Нет структуры Давайте Тогда сразу Все это определим Значит Только Испонент Жихалев Несоответствующий протокол Нужен Прямо Последность Рассуждения Понятно Так У нас Утищина же здесь Следит Я извините Просто Что для нас Кому-то Скоро Сразу Приношу Извинения Значит А кто-то решает Сегодня С одной стороны Понять Артистуду Расположение Вот этих Условных Семь Которые Присутствуют Которые Обравляют Шахт Ниши Нет Вы немножко Не так поняли Дело Что Архитектура Архитектура Закончена Давно Так Замечательно Разношение В расположении Шах Есть Они Не меняются Первый Пункт У меня Написано Отсутствие Строительное Задание На Отверстие Четвертого Коварка 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 Такое Строительное Задание Уполняет Проектировщик Он Выдает Все Отверстия С Отметками С С чего Я начал Понять У нас Конструктор Инженер Считает Что было понятно Еще раз Что касается Габаритных Ниш Я так понимаю У нас Габариты Остаются Задан Да У меня Остаются Мы Вместе Речь идет О том Что у нас Отверстия Я понимаю Значит Еще раз На сегодняшний день Габаритные Размеры У нас Есть Замечательно Что касается Тогда Внутренних Заполнений Все Что называем Отверстия В моем Понятии Система А не Отверстия Мне проще Разбираться Системой Которые Должны Присутствие Потом Разбираться Диаметром Отверстия Подойти Системы Ну Так Наполнение Данных Конкретных Шахт Я думаю Не изменится Не изменится Оно у нас есть? Оно есть В схемах Ну тем не менее В чьих схемах Это Бузи Или это наши схемы? Есть схема Колобкова Есть схема Но схема Только Знаете Возвращаясь Врага Колобкова Анатолий Вопрос Первый Колобкова Завшим На совещании Чтобы у нас Не получился Разговор Ни о чем Да Поэтому Так Каким Чем Чтобы У нас Не Вадим Я очень хотел Быть Первое Что получить Получить срок Когда у нас Произойдет Заполнение Всех Шахт Только по Четвертому Пусковому В том числе По системам И не только Я сейчас хочу Сказать Про строительное Часть Про строительное Задание На отверстие Декса А я сейчас Говорю Про заполнение Системами По Приоритетности Ольга Петровна А у меня Сразу такой Опрос Если у нас Завтра Не получится Разговор С Клубковым Можно Примонить Фирма С Лимикс Кстати Перед вами Справа Возвращаясь В нашему Разговору С Элией Михайловной А вы Состояние Сами Запомнили С учетом Ольга Петровна Совместно Работает Вот Без Клубкова Системы В вертолях Вертикально Нет Подождите Давайте Мы сейчас Знаете Я просил бы Сегодня Мне надоелось Будут ли Не общение С туками Час Час Все это Знают Давайте Называется Не так Коммерческое Продолжение Это Деньги Меня интересует Пока Потенциал Готовы Или Нет В принципе Конечно Мы готовы Так Принимаемся Мы готовы Ольга Китрова Ваш Опыт Проектирования Я уж Извините Так Сформулирован Какие даты Знаете Дату Получения С учетом День Любви Я имею ввиду Не стаж И не опыт Меня интересует Мы в состоянии Заполнить Ниши Сами Компоновze Не Компоновка Известна Заполнение Что в каждой шахте Должно быть Мы знаем Мы знаем Что водить будут Трубы Вот здесь Тоже будут Трубы Вентиляция Вот здесь Будет только Вентиляция Вот это Только вентиляция Что касается На значении шахта В моем понятии Компоновки На значении Понятно Просто Какая труба В какую шахту Насколько я понимаю По вертикали Укладываться И вообще Сколько будет этих труб в какой-то либо шарте? Правильно, раскладка называется труб. Нет, у нас, в моем понятии, это компонент, поскольку вертикальный шар, она вливается в какие-то горизонтальные отюзения, как мне кажется, что должно быть в системе вязка. А в этом же идет разговор. Замечательно. То есть, вы считаете, что мы это сами сделать не можем? Только очень поштучно, что ли. Сечениями, с диаметрами, пожалуй, нет. Вообще, мне кажется, даже не надо нам говорить про сечение диаметра. Понятие, есть система, и есть, соответственно, количество чего-то добавим, количество чего-то отвозимого. Если мы рассматриваем систему, а не просто компоновку заполнения. Владимир Николаевич, ну зачем нам это? Мы не можем это сделать? А теперь вы на мой вопрос ответе. Зачем? Объясняю. Вот зачем нам это сейчас нужно? Вот зачем? Что мы с этим можем сделать с вами? Если у нас условно пожарный водопровод находится в какой-то шахте X. Не знает какой шахте, он должен находиться. Пройдем по всем. Мы знаем. Хорошо. Тогда не понимать слово компоновка. Причем ваш ответ на мой вопрос. Если мы знаем, где у нас находится вентиляция, или где она должна находиться, я имею в виду вертикальные стейки. Если мы знаем, где у нас находится дым удаления, опять же, вертикальные стейки. Если мы знаем, где находятся все виды канализации, опять же, вертикальные стейки. Вы знаем это, Лидия? Знаю. Знаю. Тогда почему мы сегодня говорим о разговоре, что мы шахту заполнить сами не можем? Потому что есть разделы, которые еще не проработаны. Какие разделы не преработаны совсем? В частности, нет транзитов, идущих наверх для систем, для всех систем теплоснабжения и холодоснабжения. Эти трубы тоже надо где-то расположить, привязать и все такое прочее. У нас есть... А тогда есть раздел холодоснабжения, он что, какой-то усеченный, что ли, какого-то пускового труда? У нас есть общая схема, допустим, холодоснабжения в Ашни. А проработан в этой схеме только третий пусковой труб. И то по холоду, так скажем, нет решения вообще. У него есть решение. То же самое. Прикортуру и захлодация про полностью. Да, у нас есть как бы схемы теплоснабжения, вентиляции. Но по третьему пусковому решение есть. Но вот эти транзиты, идущие наверх до 87-го, они не проработаны. Сечения, по-моему, не подтверждены. Так в таком виде. Ну вот, есть некоторые картинки, которые можно принять? Принципиальные схемы. Как бы... А разработан... Принципиальная схема, опять же, дело хорошее. Меня просто в данном случае интересует даже фактическая проработка четвертого пускового. Завтра он расскажет. Ну хорошо, если он завтра нам расскажет в те сроки всех объемов, которые нас не устроят. А я предполагаю, что завтра как раз будет именно так. Я думаю, мы это очень хорошо, чтобы просто решить завтра с 3 месяца. Да, нет, ну я понимаю, только нам никто не вернет 3 месяца. И у меня, например, нет гарантии, что в ближайшие там полтора-два месяца нам что-то вернет. У меня все записано, что в марте. А сут подряд у нас есть сегодня сегодня прокурор? У нас есть АИВИДЕО. А кроме АИВИДЕО? У нас есть договоры с по третьему пусковому комплексу. А кроме АИВИДЕО? У нас есть все электрики. Нет, подожди, товарищ Петрович, я почему он... Все подрядчики. Я не хочу лукавить, я многих, кто здесь присутствует, знаю. Понимаешь, другое дело, что я сегодня не хочу быть подвержен цене одного подрядчика. Зачем тут все? А, тендер вот после этого... Ну только для того, чтобы я тендер провел, я сегодня тогда должен для себя сделать один насчет. Или я сам делаю проект, или я даю подрядчику систему в целом. И жду его конферентные цены. Понимаешь? Если мне будет делать проект АИВИДЕО, обращать этот проект какой-то другой, то там, вот, мне кажется, хорошо не получится. Поэтому я для себя хочу понять. Если у нас сегодня есть, условно-то, Ольга Петровна, если у нас там ездить весь состав РИМОС-проект, давайте мы тогда определимся. Я готов провести с ним в месяц проектированный проект. Мне надо понять, какая будет цена проектирования отдельно. Это первое. Во-вторых, она будет сразу сейчас напрягать эксплуатацию на предмет приводной системе для их дальнейшего обслуживания. Ну, я понимаю, пригодны было все такое дело, там, простота эксплуатации. Или, наверное, какого-то интегратора на все эти вопросы. Можно? Все-таки я бы хотел, вот, у нас есть, вот, тоже этот клуб, уже тот же разрез с заполнением, уже рисунок более детальный и подробный. Поэтому, вот, мы сейчас расскажем, в каком настоянии, третий, четвертый мусковой комплекс, плюс проблемы по транзитам, и какие нам, вот, для того же, строительные части шла, я не знаю, не просто гидроизоляция, а там очень серьезные вопросы по строительной части, с теми же сверлением, с теми же металлоконструкциями, и завтра с Кулаком, эти вопросы. Илья Петрович, подожди, мы сейчас опять с тобой сейчас консалка, и для того, чтобы я понял, насколько тяжелая система там, я лучше сегодня убедил. В целом удаление самое тут простое. Да, вот, я тебе сейчас, знаешь, мы сейчас говорим о сверлении ответственности, сначала надо понять, что сверлите, сколько, и это тоже отдельный разговор. Если мы сегодня разберем, что там мои видео, там, или Армагруф будет проектировать, условно, холод, я гипотетически рассуждаю, мне нужно понять, за сколько будут проектировать, и, соответственно, какие цены дадут монтаж. При этом еще раз повторяю, появляется вопрос эксплуатации, например, в годности 7 для дальнейшего услуга. Что-то может быть сегодня дешево, а завтра будем там, или в три раза дороже платить, когда будем эксплуатировать, так, Паша? Я готов, условно, дать рассмотрение, пожалуйста. Еще раз повторяю, если у нас ривус-проект, мы определимся с ценой, если вообще определимся с ними, из Ольги Петровны, меня интересует такой вопрос. Тогда давайте проще поднимем на вопрос. Кто может сегодня увязать в систему целую, в том числе того, что информацию будут давать наши составляющие? То есть меня интересует вопрос генерального проектирования. То есть все составляющие кто-то должен увязать. Что ты мне пишешь, Саша? Я так недавижу. Ну, просто дошло там сейчас. Понимаешь, о чем будет этот разговор? Я понимаю, но сегодня надо этот вопрос. Так это для меня самый главный вопрос сегодня. Я могу рассматривать части составляющих, систему в целом, но система жива сама не будет. Нам что-то не хватит здесь, понимаешь? И мало того, ну сейчас там на фигащем гильз установлены, там условно все тратительные стыки, ответственные не потратили все. Не только потратили, но вообще потратили. А потом вспомнили, там случайно кто-то нам придет, скажи, что Иван Николаевич, вы знаете, а вот тут есть моментик один. Нет. Сейчас симулятор придет, скажи, а что у меня свет оптикового окно задания упадает. Я предлагаю, что Ольге Петровне по ее разделу дослушать, потом от других будет более... Да нет, да я дослушаю, я дослушаю с удовольствием. Ну хорошо, вот считай, что сейчас все выступили. И мне сейчас Ольга Петровна скажет, что вот Голубков условно там нам решение не дал. По заполнению нижней компоновки нет, сколько чего будет, мы не знаем. Судя по тому, что о чем идет разговор, это пока вот так. Я сейчас говорю про четвертый пусковой. С третьим более-менее все понятно. Мы сегодня тогда в результате того, что сейчас услышал от Ольги Петровны, вы ожидаете не завтрашней встречи с Голубковым. В принципе, статистический возможный вариант. Или делаем паузу, ждем Голубкова, или мы сегодня определяемся с подрядчиками или сами с собой по тендерам, которые условно там можно будет дощекать. С учетом проектировать. Он полгода проектировал, я думаю, что он вообще ничего не сделал. Что-то он уже сделал. А ты знаешь, а я вот не думаю. Я узнаю, что он часть разделов подготовлен, но я знаю, сколько разделов он не подготовил. Ну, да, это правильно. Я готов дать возможность выстроить на 100 из представителей технадзора по направлению. Информация есть у гостя? По проектам? Да. По готовности к проектам? Да. Есть, конечно. Пять, как он представил. Сколько? Пять. А сколько должен был? Ну, должен был больше. Нет, ну, пять и его. Нет. А какие есть? Пожарка, канализация, я имею в виду, вода. Ну, это самое простое. По моим системам. Я понимаю. А электрику у нас проектировать не крупно? Да хорошо, меня интересует все, что связано с отоплением, меня интересуют противоподлинные вентиляции, меня интересуют те системы, которые по сложнее в плане на майорской системе. Чем просто канализация, чем просто вода. Что там? Делек понять, кредит тоже. Сколько подаем воды, сколько спускаем воды. Это же такая относительно простая вещь. Меня интересуют расчетные схемы, основные. Схемы отсутствуют в связи с новыми решениями. Какими новыми решениями? Вернуться к старым решениям, стать РИП. Это значит, инсталлировать в эти системы выполненные объемы и закупленные нами оборудования. Я как раз этого больше всего я опасаюсь. Ну и по тем решениям в таких схемах работающих. Так, давайте мы тогда сделаем проще. Значит, я сейчас обращаюсь с тем, с у подрядчиком, который, в этом смысле, давно известен в нашей корпорации. Я так говорил, здесь не вижу. Он больше всех. Ковалев, он хотел попринимать участие. Не, он завтра будет обязательно. Сейчас позвоню, чтобы он... Тепло пускай. Задыш под крылами сейчас. Но у Ковалева ситуация такая. У него заключены на все договоры. Не на все у него заключены дела. У него заключены на водопроводку, на реализацию. Ковалев никогда не был проектировщиком. Правильно? Это монтажник, который привык работать по хорошо разработанным, очень подробно до последнего винтика проектом. Да, и плюс, в некотором смысле слова, придет и будет менять переборое отопление, поскольку... А и видео. У вас есть проектная база? Есть проектная база, но я не могу ответить, сможем ли мы взяться за это. Слушайте, Ольга Катруновна, я понимаю ваш вопрос. Я по-другому, я напоминаю, сколько долго в этом нашем домике этажек. Вот говоря с технологическим... И разорвать каждый этажек на отдельную взятую первую... Система – это фигня. ...термушечку. Это значит еще раз завалить башню. Да, но слава Богу, этим тут очень долго... Если координация внутри, во время рабочей документации у одного проектировщика каждого раздела должна происходить внутри, так называемый штамм согласования, который никто не отменял, прежде чем выдать что-то заказчику, то теперь мы каждому этому это дадим, этому этого, это, это... Как это все собрать потом? Не-е-е-е, а как возникнуть из натром? А что вы думаете, если взять генерального проектировщика, то он сразу такой умный будет сидеть, вот этих 10 человек, 10 фирм между собой трясать. А я не забираю. Нет, подождите, я не очень помню. Я об этом говорю, ты умеешь повторять что-то? Да нет, я просто считаю, что все это неправильно. Или мы проектируем все в комплексе, генеральный проектировщик, который за все несет ответственность между собой. И, наверное, в идеальном решении, единый монтажник, который все монтажные системы... Нет, ну мы это сдавали себе. ...делали до конца. Или, не знаю, я бы по выходу. Нет, я вообще один выход только вижу. Суперсовец проектировал. А заполнять это все, еще раз, элементами какими-то, все фигнями? Ну, может быть. Ну, при наличии комплекс на половину проекта по всем инженерному систему, увязанного между собой. У нас был подрядчик под армию. Они предъявили, они монтируют. Но вот свои системы. Нет, они все. Они нам сдали башню Б. А почему мы от армии отказывались? Не знаю. Они просто закончили договоры, и на самом деле у нас была отдельная история. Прекрасно, я не знаю, вы не помните, я очень хорошо помню. Я прекрасно все помню. Армии начали монтаж неизоветного проекта. Они начали монтаж по документации Эйверда. Если вы возьмете сейчас документацию, включая исполнителя, и посмотрите все, что они свояли, весь монтаж выполнен, документация вообще не бьется с тем, что по факту выполнена. Собственно. Ни координации между проектировщиками и монтажниками у Армии не было никогда. Потому что, Витя Александровна, вы забыли, что у Армии был договор только на монтаж. Это уже городно-рабочее проектирование было, и все. Потом работе подняли у Эйверда, накрули армии. Естественно, были свои трудности. Потом все вошло в норму. Потом-то все на более-менее пошло. Да, не знаю. Сейчас мы имеем прекрасные проекты. Не знаю, что монтаж... Я просто хочу сказать, что они уже набили себе руку на башне Б. И они прекрасно знают свои слабые места. И мы знаем эти слабые места. Используя опыт башни Б, была выбрана фирма Бузи, которая монтировала и проектировала все в одном лице. И, кстати, хорошо делали. Пентер был единый. Больфутер, вы считаете, что Бузи плохо работали? Хорошо работали. Хорошо работали. Замечательно. Мы сейчас ручек полистрируем, что Бузи надо было сохранять. Но с Бузи случилось опять же, беда по нашему еду. И дальше вот это все разрозненное, недопроектированное, недемонтированное, попало в руки Голубкова, который должен был взять на себя, вот, кардиналку с тем, вот, этого проекта. Да ладно, слушай, давайте, Сарина, я знаю больше, чем я говорю. Да что мы об этом говорим? Да, у нас сегодня есть там 21-ю подрядчику, господина Голубкова, который еще не знает, как их связать, потому что они еще заработки свои не отдали. Что вы рассказывали? Давайте серьезно все-таки говорим. Мы что-то тоже эти печенье собрались? Серьезно, мы ищем выход из этого положения, давайте искать. Ну правильно, мы начинаем говорить с того, что вот у нас гильзы, которые мы не знаем, как заполнять, нет строительного задания. А кто-то просил Голубкова конкретно и жестко. Голубков, к следующему совещанию у тебя должна быть такая документация, у нас монтаж стоит. Никто. Поднимите протоколы за последние три месяца. Они про... Совещание проходят 15 минут. Да, здорово. А я потом собрался всех здесь, предложу всем собраться. Я могу сесть. А мне нравится, когда вы стоите. Хорошо. Сойдитесь, конечно. Ну, а про вентиляцию я на все сказал. Теперь давайте. Да, ну, Петрович, ну... Да, я вам говорю, все равно вы очень много знаете. Спасибо большое. Один раз. Ну, хорошо, но ты мне сейчас расскажешь. Ну, что вентиляция? По вентиляции третий, четвертый пусковой комплекс полная ясность. Что сделано и что не сделано. Да, автоматика сделана. По четвертому пусковому пуску вентиляции нет, проекта нет. А по третьему есть. По автоматике часть работ, даже сто с лишним, сто тридцать километров проводов протянутых, потом работа брошена, и сейчас это все в клубках висит. Проектировщики на автоматику и система автоматики есть. Проектирование идет. На систему оповещения слабых токов тоже проектирование идет. Вот, по автоматике и всем этим делам. Ну, сейчас в росте висит, и считаю, у нас, Петрович, ну, слушай, хорошо, я понимаю, что вентиляцию мы там пройти не сможем, условно. И автоматика, у нас была выполнена работа по автоматике на 80% и брошена. Сейчас это надо подхватить и доделать. А ты не можешь расписаться? Я, извини меня, спрашиваю, не знаешь, не просто так. Ты не можешь расписаться, что это все будет соответствовать тому тех подбора параметров, которые даст, вернее, завершающие итоги генерального проектирования пенсионерей? Нет, и я никогда в жизни такого не сделаю сейчас. Но, понимаете... В лучшем случае, к чему это приведет, что, там, ВДПО, которого я вижу, делает свою работу, условно. Понимаешь, как бы все будет глупость с клапанами, я не знаю. Как это будет с кратностью и воздухообмена, я не знаю. Дымоудаление, говорит. Ну, так или нет, Паша? Нет, ВДПО делает очень узкое. Я понимаю. Пожарная водопровод. Вы видите по тем, системам, которые мы сейчас делаем? Ну, это опять же, что касается то липлеволса или пожаротушения, насколько я понимаю, а и датчики, все. Ну, а меня интересует работа в системе. Я к этому разговоры веду. Правильно, у нас... Где у нас станция будет снять? Кто может сказать? У генеральных проектировщиков у нас башня запад, еще не приведена комплексная пробка. Да, вот это отдельно. Я просто, конечно, против того, чтобы ребенка рожать под частям. Не будет он жить. Не будет жить. Даже если мы супер-хороший выбор, к себе. Поэтому у нас выбран генеральный проектировщик. Его еще никто не выгнал. Чего вы забываете? Иван Николаевич, его еще никто не выгнал. Давайте мы его хоть один раз... Кого? Кого? Завтра займемся с голодом. Все, займемся. Теперь вот у нас... День любви у нас завтра продолжится. Я все это понимаю. У вас была поставлена задача. Уйти с третьего и четвертого пусковых комплексов. Вот мы хотим вам рассказать, как мы хотим уйти с третьего и четвертого пускового комплекса. Плюс мы выявили здесь себя, что занимаясь сейчас третьим и четвертым, по общестроительным делам надо заниматься до 88 этажа. По общестроительным, где вы проговорили меня, мы в любом случае решим все, что касается тех, которые есть, которые у нас будут, подрядчики, все понятно. К общестроительной, конечно, по готовности вы там с тобой включаете, даже к вам и ты. Иван Николаевич, я же не интересую, наверное, больше всего, чтобы... Какой-то шли? Вот две шахты. Здесь вот эти, где идут холод и идет вода, и от холода четыре трубы, четыре двадцать шестые трубы идут, до 88 этажа, заполненные водой и так далее. То же самое вода. Вот сегодня, если мы не начнем делать здесь конструкции, на которых эти трубы будут висеть, то мы вообще никогда ничего не сдадим. Сделать эту работу должен быть немедленно проект именно на этот узел. И на специализированной организации, которая будет делать сейчас, а не так. Хорошо, Петрович, ну сейчас, чтобы ты понимал, если у нас сегодня раскладка 4-26 дня, мы накидаем сейчас 10 баллов. Перекрыть и делать все равно не будет. Мы накидаем баллов, хорошо, сделаем условно. Если проводим тендер... Опять же на счетах. Ну хорошо, ну сделали мы эту работу. Проводим тендер на что? И проводим тендер на холодоснабжение, водопровод и те системы, которые... Но человек заходит... Мы тоже опять же по вертикали, по трубкам. Мы провели, что проект нужно... У нас есть и по горизонтали. У нас есть и по горизонтали. Понимаете, что проектировки, то есть проектировки, то есть так, нужно составить проекты, а потом уже кидать трубы и делать баллы. Слава Богу. Вот правильные слова, что я могу сказать. А просто накидать трубы, а потом думать, как из этой ситуации выйти, это... А куда потом трубы крепить? Да нет, только крепить. Там существуют еще отводы, знаете, там... Я про крепление сказал. Должен быть усил, должен быть инженерский. Правильно, нет узла. Примерно, нет узла. Вопрос в себе. А не так вот отдельные задания делают? Отдельные задания должны быть. У нас... Мы-то... Мы сегодня не знаем, есть это задание на это, нет задания на это. Потому что сама система, он же проектировать, я не удивлюсь, что завтра придется со схемой этого холода сномжения, вода сномжения. А вот эту работу, если бы мы не начнем сейчас делать, бы ее... Ну, Петрович, я могу, знаешь, сказать, существует определенный тоже режим проектирования, понимаешь? Мы же не будем ждать, пока он принесет продукт в целом. С одной стороны, там можно направить, можно подправить, можно откорректировать. Это все абсолютно понятная вещь. И сегодня холод, это, конечно, важная ситуация. Если рассматривать, надо принципиально большие... Еще один вопрос. По заполнению. Это холод, вентиляция, и дыр. Вопрос серьезный, который мы обсуждали. Чтобы вообще холод тянуть или что-то по горизонтали, нужно план сводных сетей. Особенно по техническим этажам, это план сводных сетей приятный же. Да его и не будет пока нет генерального проекта. Ну, Юр, мы с тобой об одном и том же говорим. Ну, правильно, завтра послушаем. Мы хотим, вот, мы... Значит, давайте мы так замещаем. Что у нас ничего нет. Я пока не буду делать такой вывод, это будет, конечно, так. Я не хочу давать время, там, сам себе, условно, там, участникам процесса, для того, чтобы мы там подобрали организации в несколько возможных проектирования всех инженерных систем. Сам себе я, теоретически, отдаю отчет, что если у нас на ближайшие четыре месяца не будет проекта, мы просто невоплотимы, никакого года у нас там ни третьего, ни четвертого пускового, у нас будет опять какая-то очередная фикция, понимаешь, с гарантийными обязательствами, с гарантийными письмами, что мы там на завершение объекта в целом. Извините, пожалуйста, я хотела спросить, у нас до Голубкова был подписан договор на проектирование с армией? А я вот как раз к этому веду. Значит, еще раз повторяю, независимо от Голубкова, я с удовольствием готов завтра встретить с самым группой. По результатам Голубкова у нас он сейчас, давайте в 16. Вызывайте, значит, мало того, мне не нужна встреча, мне сегодня уже две датчики провел. Здравствуйте, здравствуйте, моя фамилия Золотаревская, что хотели сказать, ничего, мы хотим на пальцах объяснить, где-то нахрен не надо. Я серьезно говорю. Мне нужен не договор, мне нужны приблизительные сроки в их понятии, чтобы разговор был предмет. У меня очень мало времени там знакомиться и просто там говорить умные слова. Простите, можно по поводу АРМА сказать? То есть вы понимаете, что если АРМА ГРУП приходит, как я сказал, АРМА ГРУП является генерал-проектировщик в нашем заводе. То есть если АРМА ГРУП будет проектировать систему, возьмется, согласится с нашими условиями, с нашей семьей, то она возьмет под себя инженерирую всех систем. То есть нам придется, придется. То есть тех субподрядчиков, в частности, вот, допустим, по автоматизации зданий, от созданий. То есть АРМА ГРУП не возьмется, к примеру, делать отдельный проект механических систем, к примеру. А вы с чего это решение, что она не возьмется? Потому что коньок АРМА ГРУП все-таки... А мне кофе, у чужие коньки. Я серьезно говорю. Я на своих люблю кататься. Хорошо, хорошо, хорошо. Так что предлагать АРМА? Ничего не предлагаю. Я сначала послушаю, что они мне предложат. А потом я скажу. Я вот в этот футбол играю, только вот здесь вот должен быть Пукин, Сискин и еще там пару человек. Может быть. А может быть, я не предложу. Специализация АРМА ГРУПы значит, она что шла как... А кто здесь деньги платит? Можно я спрошу? А я пока ему не плачу еще, к счастью. Просто не за что. Да, это отдельно разговор. Здесь было как? Почему АРМА ГРУП не прошла? АРМА ГРУП? Мы проектировали. Потому что АРМА ГРУП сказал, мы будем проектировать минимум год. А так как мы все торопимся, то сказали... А у него полгода и ничего нет. Я просто говорю, почему АРМА ГРУП не прошла? Она четко сказала, мы будем проектировать год. Поэтому, говорит, привет вам большой. А Курубков сказал, в марте мысли будет проектировать. А садитесь к этому еще. Еще один вопрос, Иван Николаевич. Самый сложный вопрос, это не вентиляция, а это электроснабжение этого комплекса. Вот здесь у нас вообще ТУ-БИК. А что такое бывает? В электроснабжении комплекс вообще ТУ-БИК. В электроснабжении в электрике или в комплексе цирк касается сетей там? Да, здесь с сетями ТУ-БИК, и высокими сетями, и низкими сетями. РД РАБАВАВАВАВАВАВАВАНГЕРБРОГИНДЫЙ СООБЩИХКИЙ НО. ИНТРИГУСКИЙ КАНАЛ БУК. РД ВЕКСИХАЕТ ГРМЕНТИЙ СООБЩИХАЕТ ЗАСТАВАВАВАВАВАВАВАМНГЕРБРОГИН СООБЩИХ КАНАЛ СУМ dragon's syndrome of the РОС-БИК. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...